Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по шарам в стране Смешариков. О май гот! Мой радар ловит загадочный сигнал из космос, а только подумает, это могут быть космические пришельцы. Сигнал очень слабый, и я не понимаю, что он значит. Разгадай тайну сигнала, и получишь в подарок крутую магию Ро, или Смешутку Чернушка. Так, хоть что-то новенькое, хорошо. Смотрим, что нам нужно делать. Расшифруй загадочный сигнал из космоса, кликай на радар на космодроме. А, магия Ро навсегда, превращайся в пришельца. И Смешутка Чернушка тоже навсегда. Прикольно. Так, кликаем на радар. Где здесь радар у меня? А, вот радар. А, помехи очень мешают. Отметь и убери их. Они не похожи на исходный сигнал. Так, исходный сигнал у нас сверху. Так, подождите. Так, помехи. А, получается три сигнала, видите, одинаковые. Помехи, вот, отличаются одни, да? То есть, можно, в принципе, убирать, выбирать несколько. Надо внимательно изучить. Так, еще раз. Первый подходит. Второй не подходит, логично. Третий. Стоп. Третий тоже не такой же, да? Сначала просто было похоже. А четвертый... Четвертый тоже подходит. То есть, две помехи, два нормальных сигнала. Ты убирает помехи, и теперь мы уметь понимать сигнал. Ну и расскажи нам. Ах, Тунг, я расшифроваю этот сигнал, и обнаружу в нем нечто ужасное. На ромашковую долину летит метеорит. О, нет. Что? Только не говори, что пришельцы хотят украсть всю еду из клубов. Хе-хе. О майнгод, нет, все не так грустно. Мы получаем просьбу о помощи от инопланетян. Ух ты, значит, нам нужен крутой супергерой. Как насчет меня? И как же помочь этому пришельцу? Слушает внимательно. А самое странное, что сигнал приходить не из космоса, а из Шарарам. Ух ты. А, значит, пришелец где-то рядом. Вперед на поиски. Гуд, подготовься к встрече с пришельцем. Выясни, где он и как выйти с ним на связь. А смешарики в Шарараме помогают тебе. Бегу. Так. Смотрим. Три смешарика. Акопатыч, Лосяш и... Кто там? Савуня, наверное, или Нюша. Кто-то из них, в общем. А, кстати, еще видна миссия появилась загадка двойников. Я ее, по-моему, проходил уже. Но вот сразу в один день несколько обновлений. А, еще прикол. То есть скидки 50% на все Шарарам карты до 6 декабря. Нормально такая черная пятница. Так что стоит затариться у кого там она уже заканчивается. Или у кого и не было. Хотите приобрести. То есть за половину стоимости это нормально. Причем в Шарараме инфляции нет, еда в клубах не дорожает, цены на предметы не дорожают. И цена, кстати, по-моему, на ШК тоже не дорожает. Сколько лет уже помню. Всегда одинаково. Так, это у нас Кардж, наверное, третий был, да? А не Нюша, а не Сауния. А, знаки в небе. Это был прекрасный вечер. Я хотел сфоткать закат. Но тут... Внимательно рассмотри фото и отметь, где искать корабль пришельцев. Так. Клубный квартал. Египет, порт, пиратская бухта и пляж. Вот там флаг пиратский, значит, это пиратская бухта, да? Это железобетонно. Если б не было того флага, можно было подумать, что пляж там... В принципе, пляж или пляж, да? В форту песка, в общем, нет. А теперь мы знаем, что корабль пришельца упал в море. Продолжая подготовка. Ура! А, пришельцы там плохо, а вот они ура кричат. Так, Копатыч, давай, включай мозг. А погляди, из корабля пришельца вывалились эти странные штуковины. Успей собрать через 50 секунд, они станут невидимыми. А, блин, только у меня же времени нет. Я вот пока читал уже часть этих штуковин. Точнее, часть времени уже прошло. Так, ладно. Вот еще что-то. Еще три предмета. Время есть. Вот. Два. Один. Что-то квадратное, да? Где же его найти? Я пока не замечает. А, вот же, прям на домике. Тех, еще и успел. А с этими штуками я смогу узнать, как выйти на связь с пришельцем. Продолжай подготовка. Ура! Ищем последнего смешарика. А, вот лосяж. А, как всегда, там, где нужно что-то собирать, в конце нахожу. А, чтобы обнаружить пришельца, Пину нужен мощный компьютер. А соберите для него компьютерные чипы. За чипами или купить сразу. Я сейчас взгляну, но для начала, сколько там эти чипы делаются. 8 минут. Ну, в принципе, 8 минут можно и подождать. Заняться своими делами. Так, один. А, стоп, а где еще? А, вот тут закрыли, видите его? Хитрюги. Мешают людям. 2. А, 3-я где-то есть. Ууу, так подойдите, 2. И 2. Это... Короче, получится. Нужно будет 3 раза ждать. По 8 минут. Нет, пойду и куплю за 3 румбика. Уже нет третьей коробки? Всего 2 коробки, по-моему, да? Вот дела-дела. Ладно, неважно. 3 румбика это такое. Мелочь. Да, видите, 4 у меня. То есть нужно 2 раза ждать по 8 минут, 16 минут не хочу. А, ты прокачает мой компьютер, чтобы искать пришелец. Продолжай подготовка. Ура! Какая подготовка уже? Все есть. Теперь нужно вернуться к нему, чтобы выйти на связь. с пришельцами. Так. Пин. Сейчас я пропускаю данные через компьютер. И посылает наш ответ пришелец. А я пойду поем, пока ты ввести с компьютером. Пин, а тебе должна помощь? Да, помогает мне вводить данные в компьютер. 5, 13, 21, 29. Смотрим. 13 минус 5 это 8, да? 21 минус 13 тоже 8. Короче, все время увеличивается на 8. Значит, нужно к 29 прибавить 8. Получается 37. Новые цифры. 35, 42, 49. Здесь все время на 7 отличаются. 49 плюс 7 получается 56. Гуд. Компьютер справляться. Теперь я знаю, все. А я не знаю. Расскажи мне, пин. А пришелец отвечает на мой сигнал. Он будет ждать тебя в пиратской бухте. Уже бегу. Так он там не в море где-то тонет. Он... Этот... Уже на суше. Ха. Так, если на картинке мы видели, что он уже упал действительно в пиратской бухте. Зачем нам пин нужен был? Ты пришел спасти нас. Ура. А я думал, ты здесь один. Вас, а здесь кто-то еще. Ха. Второй вариант был. Я герой, я пришел, да? Нет, здесь только мы и ты. А, только вы. Здорово же ты ударился, когда падал. Нашу планету съели чернушки. Поэтому мы прячемся здесь в Шарараме. Что это за чернушки такие? Тебе ли не знать? Чернушки это маленькие черные дыры. А поможешь нам прогнать их и построить планету заново? Ого, построить планету. Ну и запросы у вас. Помочь-то я смогу, только как. А герой космоса, капитан Базу, знает, как строить планету. Жаль, ты с ним не знаком. Еще как знаком. Летим к капитану на космосстанцию. Летим. Он раз и полетел. Что? Со старта прям с пляжа в космос. Так, нам нужно... А, можно же просто через карту было, да? Скорее всего, а ну-ка. Карта космоса. Вот, космосстанция. А не через космодром. Та-та-та-ра-та-там. Опачки. Базу поможет вернуть планету на базу, да? Ха, у меня есть гравипушка. Она в два счета построит планету из астероидов. Посчитай, сколько астероидов нужно для планеты Ро. Итак, у нас тут несколько типов поверхностей. Горы, океан, острова и континент. Итак, получается 9 гор. Не совсем понимаю. Так, надо понять. А, так всего лишь, да? Летники, подводные камни нет. Ладно, давайте засчитать. Горы, острова и континенты это типа суша. А суши нужно 9 плюс 3 плюс 6. Это получается 18 у нас, да? 18 астероидов нужно на сушу. А это какие-то ледяные астероиды. Ну, то есть 18 каменных, грубо говоря. И 10 ледяных, типа, чтобы вода была, да? Может так? Да. А мы готовы строить планету. Нажми на карту космоса, чтобы отправиться на астероид. Такого я не помню вообще. Вот астероид. Вот чернушки там попрятались. Чернушки мешают нам строить планету. Все проблемы решит гравипушка. Запускай ее. Поехали. Управляй платформой гравипушки с помощью мышки. Успей поймать бонусы. В общем, ясно. Так, ну давайте покидаем. Ой, только звук куда-то пропал. Или это я его убрал? Подождите, я не понял. Вроде бы не убирал. Сразу такая тишина стала. Гробовая. Так. Это все долго. Эх. Давай, залетай туда. Отлично. Нет, слабо. Я думал, он там и останется. Вот, как этот, типа, раз. Немного там подлетал. Ах. Где же это раньше было? Этот огненный. Пока сейчас долетишь куда-то, уже остынешь, гляньте. Вот раз и все. Он вообще ничего мне полезного не дал. Да, это надолго, в общем. Эх, теперь один ловить, да еще двойной. Я по нему, по-моему, раз уже стукнул, да? Так. Ну. Ха-ха. Капец. Вот почему они не сделают так, чтобы можно было изменять направление движения? О. А, проверил, звук включен. То есть, со звуком все в порядке. Это значит, игра как-то отключила звук. Это проделки чернушек, наверное. Что-то сегодня слишком медленно это все происходит. Замедление мне 300 лет не нужно. Наоборот, думаешь, как бы побыстрее все это делать. Ай, блин, у меня застряло что-то. Мышка раз и не поехала дальше. Капец. Ладно. Мелочи жизни. Тут, наверное, три уровня, как обычно, в таких вот их заданиях. Придется немного потерпеть. О. Когда уже... Я понял, когда я экран, чьи мышку за экран немного вывожу, она останавливается. Станавливаю, вот раз и все, видите, не могу двигать. Оп. Начал опять двигать. Вот раз и не могу двигать. Ой. Тут я что-то заигрался. Ну, куда ты? Так хорошо залетел в угол. И только выбил всего лишь одно. Вот так лучше. Раз и уже выбил двойную за один заход. Бэмс. Отлично. Теперь, ну, правда, как попасть? А может сейчас попадет? Ай, нет. Это теперь надолго. А-а-а. Сейчас. Да. Так, ну, по идее, последний этап. Так, чисто. Теоретически. Ой, чуть не упал. У-у-у-у. Резкая смена направления движения. Но замедление нам не нужно. Замедление для слабаков. Надо было заново начать, чтобы музыка играла. Только-то без музыки. Грустновато. Ах, я не успею взять. Видите, как меня наказали здесь. То есть, шар в одну сторону. А этот бонус в другую сторону. Ох, теперь самое сложное осталось. Давай, залетит его хотя бы там парочку подбей. Нет, слабо. Не, нормально. Парочку подбил, как я и просил. Надо было просить больше. Надо было просить все подбить. О, идеально, гляньте. Попросил все и все добил. А теперь с другой стороны прошу все добить. Но не все так просто. О, отлично. Троечка. И залетит туда. Да-да-да-да-да. Оп. Оп. Ай. Отскок плохой. Нет. Да. И это что, победа? Ура! Чернушки разбежались. Теперь мы можем строить планету. Спасибо. Вот, звук появился. Люки Шарарама. Так, как мы ее будем строить? Я подготовил проект планеты. Отметь ту, которая у нас получится. А вот проект в развернутом виде, да? Нужно понять. Так, сверху вот это вот три островка. Таких, да? А получится... Сейчас... Сверху три островка. Ориентиры какие? Желтые. Желтые сбоку вот что-то там. И... Даже не знаю, подождите, как быть. Надо подумать. Так. Я что-то пока не могу придумать. Давайте так. Получается, белое должно быть снизу. Как бы, да? Мы его вообще не видим. Поэтому, грубо говоря, белый вот эти... Третий, четвертый вариант мы откидываем. Вот этот и вот этот мы откидываем. А дальше... А сверху должно тут три быть, по идее. И вот остается у нас первый, второй и пятый вариант. Так я думаю. А дальше... Желтая вот, ну, к примеру, на первом и пятом варианте. Но сбоку у нас должен быть вот такая суша вот. А ее там нет на первом и пятом варианте. Как же быть тогда? А, вот, смотрите. А если вот этот вариант, второй, то вот... Вот я, по идее, мышка у меня сейчас видно, что на записи. То есть вот сбоку вот такая вот фишка. Сверху вот эти три островка. И архипелаг типа вот сбоку. По идее, это второй вариант. Да, угадал. Опа. Ха-ха. Круто. У нас есть новый дом. Мы так рады и опять заладил. Как это мы, если ты один? А, это же Ро. Они очень маленькие. Их очень много. А поэтому мы держимся все вместе. Надо же, и такое бывает. Давай посмотрим на нашу планету. Будешь нашим первым гостем. А, постойте, стойте. У меня в шраме утюг не выключен. Полетели. Новая старая планета, да? Ну да. Ты спас целый инопланетный народ. Этот поступок достойный награды. Магия Ро или смешутка-чернушка, да? В принципе, можно то и то взять. По очереди просто заработать. У меня магия Ро уже была, если честно. Я не помню уже. Ну да ладно. Еще раз пригодится. Можно сразу начинать. В следующий раз опять выполнять, да? Чтобы получить теперь еще смешутку. Как раз вот эти чипы собрать там, которые на время даются. И так далее. Но это я уже сам сделаю самостоятельно. А с вами, друзья, прощаюсь за следующий выпуск. Возможно, эту миссию двойников запишу в следующий раз. Если не будет никаких обновлений. А, скорее всего, их не будет. А, хотя видите, до 27 декабря эта миссия. Так что еще увидимся. Не забудьте поставить лайк под этим видео. Пишите комментарии. А всем удачи. Пока-пока.